Сегодня в 12-й школе экзамен по русскому языку сдавали 298 выпускников города и района. В этом году из экзамена исключили раздел с выбором ответов. Работа состояла из двух частей, где всего 25 заданий. Для получения аттестата и выпускникам необходимо набрать не менее 24 баллов, а для поступления в ВУЗы порог будут определять сами учебные учреждения, но он не может быть ниже 36. Артем Лапшин уверен в своих силах и претендует на 100 баллов. Под сомнение попадает лишь третья часть экзамена, где нужно написать сочинение, найти аргументы и обозначить проблему. Страшно, конечно, немного. Так уж. Готовы, слух, все равно. Мы к этому готовились уже более двух лет. Как бы надеемся, что мы хорошо напишем эти экзамены и все это закончится наконец-то. По словам Елены Изюлевой, ее устроят и 70 баллов для поступления в ВУЗ. Своё будущее она хочет связать с творчеством. Нет, не волнуйся, все нормально. Ну, потому что уверенно в своих силах. Это самое главное. Если ты волнуешься, все равно ты умнее не станешь. Поэтому это бесполезная вещь. Металлоискатели, камеры видеонаблюдения и строжайший запрет на пронос любой электронной техники на ЕГЭ. Специалисты убеждены, правила лучше не нарушать. Особенность этого года, вот то, что будут наблюдаться у нас через онлайн, поэтому, значит, желающие, наверное, или у кого есть доступ к этому просмотру, смогут увидеть это все в прямом, так скажем, эфире. Один и обязательный экзамен позади. Результаты станут известны и 8 июня. А впереди еще один по математике. Он будет проходить в два этапа – 1 и 4 июня. Асуга Таулина, Илькам Ахмедзянов, Альметьевск ТВ.